Очередные новости для бизнеса. Президент сегодня одобрил ключевой документ для развития деловой инициативы. Декрет о развитии предпринимательства Александр Лукашенко представил первый вице-премьер Василий Матюшевский. Цель документа – уменьшить вмешательство государства в работу бизнеса. В частности, вводится уведомительный принцип в сферах, которые объединяют 95% всего малого и среднего бизнеса. Это бытовые и туристические услуги – торговля, общественное питание, перевозки пассажиров и багажа, производство сельхозпродукции и стройматериалов. Для работы достаточно будет подать уведомление в службу «Одно окно». Его также можно отправить по почте, либо онлайн, и уже на следующий день начинать работать. Документ существенно сокращает перечень пожарных, санитарно-эпидемиологических и ветеринарных требований. При этом бизнес будет автоматически нести возложенную на него ответственность. Но в обведении Александр Лукашенко поддержал. Если жизнь показывает, что мы где-то можем сделать шаги в этом направлении, их надо делать. Делать надо вовремя. Бизнесмены ставили вопрос по стабильности налогов для бизнеса. И предлагается закрепить вплоть до 2020 года норму о том, что новые налоги у нас не появятся, и какие-то налоговые ставки по старым налогам меняться не будут. Я думаю, на это надо пойти. И другие требования, в том числе устранение излишних административных барьеров, чтобы те, кто хотят заниматься бизнесом, открыть бизнес, могли сделать это, допустим, не за год-полтора, как часто бывало у нас, а буквально сразу или же в течение месяца, чтобы никаких бюрократических проволожек в этом не было. Мы также это закрепляем в этих документах. Речь сегодня шла и о совершенствовании порядка лицензирования. Проект указа предлагает отмену лицензии в сфере пассажироперевозок, полиграфии, при оказании юридических услуг, психологической помощи, контроле радиоактивного загрязнения, охране имущества и некоторых других видах деятельности. Еще одно новшество – правом аннулировать или приостанавливать действия лицензии после принятия указа будут обладать только суды. Все бизнесы, которые лицензируются в случае прекращения отзыва лицензии, они прекращают свое существование, поэтому это очень чувствительный вопрос. Собственно, как для самого предпринимателя, который занимается бизнесом, так, в общем, для и наемных работников, и общества в целом. Для того, чтобы вот этот существенный риск каким-то образом нивелировать, все-таки должен быть состязательный процесс, когда лицензирующий орган должен все-таки в судебном процессе доказать, что существуют те или иные существенные факторы, которые требуют отзыва лицензии. Не приостановления там и в управлении ситуации, а имел отзыва лицензии. Эти документы входят в общий пакет законодательных актов по улучшению условий для бизнеса. Ожидается, что президент подпишет их уже на этой неделе.